Сегодня после обеда я покинул офис с мыслью идти по вере, потому что это вера. Мы молимся и постимся сегодня. Я прервал свой пост два часа назад. Просто молитесь и поститесь так, как ведет вас Бог для служения и хождения в веру. У меня есть некоторые молитвенные просьбы. Есть ли у вас? У меня есть некоторые нужды. Аминь. У нас есть. Итак, я приехал в Уайт Марш. У меня была идея, что я поеду на авеню и сяду около фонтанов, буду молиться там под солнцем. И кто-нибудь остановится рядом со мной. Я не буду раздавать трактаты, просто поговорю. У меня было удивительное время, примерно в течение часа, полутора. У меня было три разговора, без каких-либо попыток, без евангелизации, без раздачи трактатов, просто по вере и молитве. Я сказал, Господи, помоги мне быть вестником Твоей любви. Я говорю это, потому что выигрывание душ легко. Разговаривать с людьми нетрудно. Одна дама была в инвалидной коляске. Она может прийти к нам однажды. Я не удивлюсь этому, но я не уверен. Могу я сделать что-нибудь для вас? Как у вас дела? Что важно для вас? Откуда вы приехали? Какое у вас было детство? Как вы росли? В каком штате вы родились? Откуда вы? Если мы заинтересованы в них, если мы говорим с ними в любви, уделяя время и слушая то, что они говорят, и затем еще один вопрос, еще один вопрос, они задают вам вопросы. Это замечательно. И вот этим я хотел бы с вами поделиться. Это на самом деле доставляет удовлетворение и большое удовольствие. Я знаю, что мы так делаем. Я думаю, что наша церковь – удивительная церковь. Похлопайте себя по спине. Вторая мысль. Слава Господу! Слава Господу! Нет, 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 я чуть не ошибся. У меня будет короткая проповедь. Возможно, она будет длинной, но мысль короткая. Это из истории из Ветхого Завета, Третьей книги Царств, Второй главы. Откроем вместе там. Я думаю, что Дух дал мне эту историю. Я не читал ее несколько лет, но вот она пришла мне на ум. У меня появилось некоторое представление, и я хочу сказать кое-что об этом. Расскажу вам предысторию. Соломон должен стать царем. Давид умирает. Его старший сын, Адония, считает, что он должен стать царем. Он собирает вокруг себя группу людей – Иоава, главного генерала Давида, затем священника, и еще несколько важных особ. Семей – один из этих особ. Это была попытка переворота. Версавия вмешалась и сказала Давиду, так это правда, что Адония должен стать царем? Нафан был пророком, который предупредил Версавию, и они оба пошли к Давиду и сказали, правда ли, что ты хочешь сделать Адонию своим преемником? Давид ответил, нет, Соломон станет моим преемником. Короче говоря, в конце концов, заговор Адонии по захвату власти не увенчался успехом. Соломон стал царем. Разговаривая с этими мужчинами, он не мог им доверять. Он назвал им свои определенные условия. В отношении Иоава у него не было терпения. За попытку совершить переворот он был убит на месте, держась за рога у алтаря. Адонии было сказано, если ты будешь вести себя правильно, то будешь жить. Он совершил ошибку, попросив жены Абисагу, ту женщину, которая проникла в постель Давида на его предсмертном ложе. Он сказал, я хочу ее, чтобы она стала моей женой, частью моего гарема. Соломон понял просьбу и сказал, ты хочешь сделать гарем и использовать эту женщину? Чего же еще ты желаешь? Ты хочешь захватить царство? И он отстранил его, и тот был убит. Но в отношении вот этого человека, говорится в Третьей книге Царства, 2 глава, 36 стих. И послав, царь призвал семея и сказал ему, Построй себе дом в Иерусалиме и живи здесь, и никуда не выходи отсюда. Итак, построи себе дом в Иерусалиме, и я буду присматривать за тобой. Тебе не разрешается выходить куда-либо, ты должен оставаться в доме. Интересное распоряжение. Он говорит, если ты будешь оставаться в доме, будешь жить. Если ты пойдешь куда-нибудь, я тебя убью. Если царь разговаривает с вами так, то не стоит делать глупости. Соломон говорит, дела будут обстоять таким образом. Оставайся в своем доме в Иерусалиме, никуда не ходи, ты будешь жить. Если ты выйдешь, то умрешь. Стих 37. И знай, что в тот день, в который ты выйдешь и перейдешь поток кедрон, непременно умрешь. Кровь твоя будет на голове твоей. И сказал Симей царю, хорошо. Почему он это сделал? Потому что он не доверял ему. Он не знал, не устроит ли он заговор. Он не знал, как он будет вести себя. Он не знал, кто будут его друзья. Он сказал ему, вот как все будет. Это интересная история. Симей, ты меня слышишь? Симей, ты можешь это исполнить? Симей, ты отнесешься к этому серьезно? Это все вопросы, которые я задаю в этой истории. Потому что, когда мы читаем историю, мы видим, Симей не мог этого исполнить. Стих 38. И сказал Симей царю, хорошо. Как приказал господин мой царь, так сделает раб твой. И жил Симей в Иерусалиме долгое время. Но через три года случилось, что у Симея двое рабов убежали к Канхусу, сыну Маахи, царю Гефскому. И сказали Симею, говоря, вот рабы твои в Гефе. Интересно. Удивительная история. Итак, мои рабы убежали. Выйти я не могу. Но в этом случае я пойду за ними. Я покину дом и поеду в Геф. Стих 40. И встал Симей и оседлал осла своего и отправился в Геф к Канхусу искать рабов своих. И возвратился Симей и привел рабов своих из Гефа. И донесли Соломону, что Симей ходил из Иерусалима в Геф и возвратился. И послав, призвал царь Симея и сказал им, Не клялся ли я тебе Господом и не объявлял ли тебе, говоря, Знай, что в тот день, в который ты выйдешь и пойдешь куда-нибудь, непременно умрешь. И ты сказал мне, Хорошо. Зачем же ты не соблюл приказание, которое я дал тебе перед Господом в склятвую? И сказал царь Симею, ты знаешь, и знает сердце твое все зло, какое ты сделал отцу моему Давиду. Да обратит же Господь злобу твою на голову твою. Несколько простых пунктов по этой истории. Вполне вероятно, что я согласен, я понимаю, но у меня нет ни духа, ни силы, ни способности, ни понимания. Возможно, я согласен, но у меня нет ни способностей. И у меня нет понимания. У меня есть гордость в моем сердце, мои пути прошлого. Как во 2-м послании Петра, 2-й главе, 22-м стихе, пёс возвращается на свою блевотину. Как человек может измениться? Он говорит, я не буду выезжать из Иерусалима. Я буду находиться здесь. У меня нет будущего, как только находиться здесь. Вот место моего обитания. Я даже не буду думать покидать Иерусалим. Это моя жизнь. Если я хочу жить, я буду жить только в этом месте. Это находится в моем уме и в сердце. Но спустя 3 года у меня появляется какой-то зуд. Мне хочется поехать к морю. Кстати, дев находится у моря. Мои рабы убежали. У меня есть вполне законная причина поехать и вернуть их. Это понятно каждому. Я должен ехать. Я хочу поехать. Я не хочу смотреть на это иначе, но только поехать. Я поеду. Я собираюсь поехать. Никаких вопросов по этому поводу. Я поеду. Но разве царь не говорил не выходить? Да, я знаю, что царь говорил. Или, по крайней мере, может быть, может, он изменил свое решение. Но у меня нет этого в моем сердце, в моих мыслях. У меня нет этого в моей жизни. Я не буду делать этого. Вот что я хочу сегодня сказать. Я не знаю, к чему это применяется в вашей жизни, но это удивительно, что Дух может сказать. Вот у этого человека. Меня не интересует внешнего, но у него внутри есть реальная проблема. Он гордец. Он не может слышать. Я думаю, если вы поместите Христа в эту историю, и если бы Соломон сказал Христу, ты не должен покидать это место, это приемлемо для тебя? Он бы ответил, да, я принимаю это. Таков ум Христа, Божий ум. Это было бы в его сердце. Он был бы способен сделать это. Потому что в послании к филиппийцам, в 4 главе говорится, мы можем сделать все в укрепляющем нас Иисусе. Вы когда-нибудь встречали кого-нибудь, кто так и не изменяется? Вы когда-нибудь встречали того, кто не может принять такие решения? Они принимают эти решения внешне, но 3 года спустя они не могут продолжать. Это не происходит. Они не могут сохранять это. Этого нет в их уме, в их сердце. Это не действует в их душе. Они не могут выполнить это. Они возвращаются на блевотину свою. В этой истории он говорит, я отправлюсь за моими рабами. Это даже не обсуждается. Я еду. Такова наша природа. Таковы люди. Я бы сказал, что это была бы очень разочаровывающая история, если бы мы оставили это как есть. Но там хорошее предупреждение, наставление в психологии, в духовности человека. Я не верю. Хотя даже Ирод любил Иоанна Крестителя. Ему нравилось слушать его. Он восхищался им. Иоанн был для него развлечением. Но когда он пришел к своей жене, и та сказала, я хочу его голову, но когда дочь его жены подошла к нему по наущению его жены и сказала, я хочу голову Иоанна Крестителя, Ирод ничего не мог поделать, кроме как отдать ей голову человека, которого он слушал и наслаждался слушанием его, но это не изменяло его жизнь. Но вот хорошая весть. И она в том, что наша жизнь была изменена. Вот и все. У нас есть новая природа. У нас есть финский упорный характер. Более того, в наших сердцах есть Христос. У нас есть единое око. Когда Бог говорит, ты можешь это сделать, мы соглашаемся с Богом, и мы это делаем. Даже более того, у нас есть радость, способность, возможность, есть вера, есть слава, есть природа Бога. И когда Бог говорит, я хочу, чтобы ты был слушающим, чтобы ты был слушателем, чтобы ты повиновался, не только как семей, которые слушал только снаружи и говорил, да, я согласен, да, я это сделаю, но спустя три года он не согласен. Он уехал, потому что у него в сердце не было Христа. Христос в наших сердцах. Христос сделал нас другими. Очень часто я думал о том, чтобы оставить все, но было одно единственное обстоятельство, действовавшее в моем сердце, которое позволяет мне идти дальше. Это Христос в нас, надежда славы. Много раз я говорил, все, я больше не могу, больше никаких контрактов. И Бог говорил, единственный контракт, который у меня есть с тобой, я провозглашу Христа в тебе, надежду славы. Единственная надежда, которая у тебя есть, та личность на кресте. Единственная жизнь, которая действительно изменяется, это жизнь, которую Он дал, а не наша решительность. Вы не сможете сдержать обещания, так же, как тот человек не смог сдержать его. Спустя три года, он уже отправился в дорогу, он ушел. Соломон сказал, послушайте, он ушел? Слуги ответили, да, он ушел. Он уезжал в Геф и приехал обратно. Он возвратился в город, он возвратился домой. Соломон сказал, призовите его сюда. Он спросил его, ты уезжал? Да. Соломон сказал, разве ты не согласился со мной, что в тот день, когда ты покинешь город, ты умрешь? Давайте прочтем до конца. А царь Соломон, да будет благословен, и престол Давида, да будет непоколебим, перед Господом вовеки. И повелел царь Ваней, сыну Иодаеву. И он пошел и поразил Семея, и тот умер. Царство было утверждено в руках Соломона. Это весьма серьезная история и весьма удивительная. Я хочу сказать, я не думаю, что я смогу исполнить волю Бога. Книга Иисуса Навина, 24-19. Но я знаю, что мы можем это сделать благодаря Христу, благодаря Его благодати. Я не думаю, что я могу сдержать подобные обещания, но я знаю, что Христос может. Христос может. Христос совершает. Христос совершал такое. Христос делает это. Христос пребывает в нас. Христос назидает нас. Бог делает нас способными. Но слушатель, тот был плохой слушатель Семей, не может слушать. Почему? Он слышит. Нет, он не слышит это. Это не изменяет его. Он не преображен. Он не изменен. Он возвратится. Помните, я говорил в воскресенье вечером о 75 людях в Чикаго. Они умерли от героина в Чикаго в течение трех дней. Героин был с добавкой и становился сильнее от этих микродобавок, как мне сказал Фред Элис. Это может убить человека. Если человек принимает это, он превращается в настоящего наркомана, и это может убить его. 75 человек в Чикаго умерли в течение трех дней. На нашем собрании я заметил одного человека. Он выглядел очень напряженно, пристально смотрел на меня. Да, он снова впадает в это. Он возвращается обратно в героинь. Он обратно возвращается туда. Да, это точно. Он живет так же, как в семье. Три года он живет вдали, но затем он не может сдержать обещания. И он снова возвращается в этой истории. Вы ее знаете. Вы знаете, кто такой ученик? Он очень тихо и смиренно молится. Знаете, кто такой ученик? Он верит, что он не может это сделать. Он верит в Бога. Христос совершает это. Как это происходит? Он удерживает меня. Он говорит со мной. Он открывает эту книгу. Он помещает это глубоко в мой дух. Сорок лет спустя мы проповедуем то же самое. И это ничуть не изменилось. Сорок лет спустя у нас то же самое, во что мы поверили и что приняли, потому что это в нас поместил Бог. Семей поверхностный и пустой человек. Соломон даже определил его так. Твое зло, в котором ты сокрыт. Ты знаешь, что ты ложишься поздно ночью, мечтая захватить власть. Ты знаешь, что нет ни одной смиренной кости в твоем теле. Ты знаешь, что ты злой человек, ищущий любой возможности захвата власти. Ты знаешь, что ты гордый человек, и ты не можешь справиться с этим. Об этом говорил Соломон. Теперь ты уже история. Семей не стало. Сегодня мы не живем в ветхозаветном времени в том смысле, но мы живем в другом смысле. Нет никаких оправданий перед Богом. Никаких оправданий. Мне нужно, чтобы у тебя внутри была истина. Когда я поместил ее внутрь, она внутри. Когда ты общаешься со мной, у тебя есть общение со мной. Когда ты следуешь за мною, ты будешь радоваться во мне. Я питаю тебя пищей, которая есть благо для тебя. Надменный дух предваряет падение. Так произошло в этой истории. Мои рабы убежали. Я пойду и возвращу их. Мне не важно, что говорит Соломон. Я пойду и заберу их обратно. Надменный дух предваряет падение. А смиренный дух предшествует славе. Притчи 18-12. Я не знаю, ободрило ли вас это, как ободрило меня недавно. Сегодня утром, вчера вечером, возможно, вечером позавчера, вчера и сегодня утром. Я подумал, я буду проповедовать об этом. Вот так. Вы понимаете это? Это удивительно. Я хочу ободрить вас. Я хочу, чтобы вы были ободрены этим. Я не знаю, так ли это. Скажу это еще раз. И мы завершим. Я хочу, чтобы вы были ободрены этим. Аллилуйя! Я не такой, как тот парень семей. У меня есть истина внутри меня. Аллилуйя! Я не такой, как Ирод, переменившийся в одну ночь, как хамелеон. Аллилуйя! Я не такой, как Димас, возлюбивший этот мир. Аллилуйя! Я не такой, как фараон, который сказал, вы можете идти, но затем, нет, вы не можете идти. Эти люди не могут утвердиться в этом, потому что у них в сердце нет Христа. Мы не такие люди. Но мы, как те, кто говорит, буду ли я жить или нет, но так я верю, так мы думаем. Это удивительно. Тот парень не мог это сделать. Вы можете. Тот человек не мог сделать это. Не смог сдержать обещания. Не мог сделать это, потому что этого не было в его сердце. Вы можете. Вы начинаете библейский колледж, и вы завершаете его. Вы отправляетесь в служение, и вы можете продолжать его. Вы работаете в служении, как удивительный слуга, как мы все это делаем различными путями. Мы можем наслаждаться этим и говорить, это действительно в моем сердце. Я буду это делать во все дни жизни моей по благодати Бога, потому что Бог не просил меня делать что-то великое или фантастическое, или трудное. Он просто сказал, доверься мне, всем сердцем твоим, я наполню тебя, я удовлетворю тебя, доверься мне, я приведу тебя и выведу во всех путях твоих. Я наполню тебя, я помогу тебе, я завершу это. В конце своей жизни вы скажете, как я вообще прожил эту жизнь? Ответ с небес такой. Это точно. Совершил не ты. Ты этого не сделал. Я сделал это. Ответ с небес будет такой, я оснастил тебя, я поговорил с тобой, ты сделал себя доступным, ты приходил в церковь, ты слушал по вере, ты шел в Уайт Марш, садился у фонтана, как простой человек. Очень простой, очень простой человек. И мы все делаем это. Но я просто говорю это, просто молитесь, пребывайтесь, наслаждайтесь подсолнечными лучами и размышляйте о Божьей любви, молитесь и радуйтесь, любитель людей, и у вас будет служение, и вы будете делать это во все дни вашей жизни в той силе, которая у вас есть. Потому что Бог призвал вас к этому, и мы делаем это. Потому что у кого еще есть весть подобная этой? Кто еще может сказать, Бог любит вас, Бог никогда не оставит вас? Кто еще может сказать, вот вечная жизнь, вот взаимоотношения? Кто еще может сказать эти удивительные слова раненым людям? Никто. Аминь. Помолитесь со мной. Если вы здесь сегодня, или слушаете по интернету, мы заботимся. Мы действительно заботимся. Бог заботится. Бог заботится до слез. Он заботится настолько, что отдал своего сына. Он заботится. Господи, прости нас за то, что мы не понимаем этого и не слышим это, как ты желаешь, чтобы мы слышали. Когда мы размышляем о том, что ты отдал своего сына, и когда это проникает в наш дух, мы переполнены. Когда мы размышляем о нашем месте в Балтиморе в 2015 году, в эти дни, в эти критические дни, мы не знаем, что принесет день. Мы соединены, убеждены, уверены, сфокусированы. Мы слабые, но мы сильные. Да. Жизнь по вере. Да, Господи. Для тех, кто нуждается услышать Евангелие, пусть будут подготовлены многие проповедники в дальней стороне пустыни, в задних комнатах жизни, в неизвестных местах служения. И чтобы это было в нашей душе, мы будем служить, когда никто не смотрит, мы будем доступны, когда никто не знает, мы будем пребывать перед Богом в каждом шаге, о Котором знает только Бог, и только Бог знает об этом. Мы доступны Богу и убеждены Богом. Если у вас нет Христа в вашей жизни, скажите, Иисус Христос, я прошу Тебя, приди в мою жизнь, я прошу Тебя, яви себя мне, я прошу Тебя, поговори со мной, я прошу Тебя, люби меня, прошу Тебя, помоги мне, прошу Тебя, обрати меня, прошу Тебя, убеди меня. Я не хочу уходить обратно в болото, я не хочу обратно уходить к блевотине, я хочу не отходить от того места, где Ты поместил меня. Я хочу пребывать в Тебе, и я хочу возрастать в Тебе. Возрастание требует времени, но корни идут вниз, растение растет вверх и становится сильным и приносит плод вовремя. Да, Господи, скажите Христу, я верю, я доверяю Тебе, скажите это в вашем сердце, пожалуйста, поднимите руку, если есть такие люди, скажите это сегодня Иисусу. Хорошо, спасибо, Господи, да, Господи, спасибо. Во имя Иисуса мы молимся, благодарим Тебя, Иисус. Аминь.